Детский сад Большанки был действительно долгожданным объектом. Район новый, молодой, почти в каждой семье есть дети, которые не сегодня-завтра пойдут в сад, а потом и в школу. К примеру, у Числава Матусевич двое внуков. Ярослав в этом году пошел в школу, а Настя пойдет в новый детский сад. Очень рады, что нам так повезло устроиться в этот садик. Вот рядом мы в пяти минутах от садика. Так что нам большое счастье, что садик будет рядом. Новый детский сад рассчитан на 320 человек. Это 12 групп. Кроме этого, здесь уже работают кратковременные группы. Они предназначены для тех, у кого есть возможность отдавать детей только на пару часов утром или вечером. В целом, это современный детский сад, в котором созданы все условия для комфортного пребывания детей. В бассейне очень много спортивного оборудования для посещения бассейн нашими воспитанниками. Плитка керамогранит покрыта антискользящими резиновыми ковриками, которые имеют массажный эффект. А на другом конце города тоже большой праздник. У семьи Мушинских новоселье. Они стали четвертой приемной семьей, которая поселилась в доме семейного типа. У Натальи и Андрея своих четверо детей и четверо приемных. Они тоже все между собой братья и сестры. Кто из них родной, а кто нет, сразу и не поймешь. Дети уже привыкли друг к другу, а родители любят всех одинаково. Воспитывать сразу нескольких детей, причем когда среди них есть приемные, задача непростая. Быть готовыми к трудностям, помогать детям успешно пройти адаптационный период и, несмотря ни на что, стать для них настоящими, любящими родителями. Это и было главным критерием отбора той семьи, которая станет хозяевами нового дома. Мы очень долго ждали своего первенца. Вы сами понимаете, годы не стоят, а мечта о большой дружной семье у нас была всегда. Но это один из способов. Мы всегда переживали за таких детей. Мы не можем понять, как какие-то родители могут не принимать участие в воспитании своих деток. Поэтому для нас это большой, хороший способ просто стать дружнее. Эффективность воспитания детей в домах семейного типа уже давно подтверждена. Дети живут с родителями-воспитателями. Многие из них забирают к себе кровных, братьев и сестер, чтобы семья не распадалась. Главное их любить, помогать им воспитываться. Главное – открытость, чтобы не было тайн друг от друга. В чем-то помогли, поддержали, поговорили, обсудили это все. Других трудностей нет. Между собой как подружатся, как поругаются, так и помирятся. Дети есть дети. В Гродно планируется построить еще два таких дома, где детей непривычно много и все несчастливы, потому что нашли свою семью. В нашем областном центре особое внимание уделяется воспитанию детей. К примеру, принцип главы города – каждый год строить один детский сад. Город Гродно по итогам развития в 2017 году занял первое место по социально-экономическому развитию. По санитарному содержанию это тоже город один из первых, поэтому нам есть чем гордиться и хотим отметить праздник достаточно хорошо и грандиозно. Кроме таких социально значимых объектов будут открыты и другие. К примеру, появятся новые плиты на аллее кино, пройдет традиционный фестиваль сыра и гастрофестиваль. Каждый гость праздника сможет поставить свой рекорд – проехать на велотренажере, чтобы в сумме получилось 890 километров. А известный силач Александр Кодис будет тянуть троллейбус. Кульминация праздника станет салют в 22.00. Яна Мельниченко, Юрий Дубовик, Новости Гродно+.